Девушки отдыхают Это такая трагедия, это не каждый человек переживет Можно ли доказать суду, что эмоциональный срыв после гибели любимого мужа вовсе не является поводом для лишения матери родительских прав Прожили мы с ней два года, домик вот этот купили, замечательный садик, огородик разбили, цветочков я понасажала Прекрасная семья, не бегая налево Мужчина после развода предложил выкупить у бывшей жены принадлежащую ей половину дома Однако ситуация зашла в тупик, поскольку продавец при каждой встрече отказывался от прежних договоренностей и неумолимо повышал цены Ну вот она вот с этим вот животом, мы перед ней разыгрывали мужиком, когда она беременна, она репетировала Возможно ли после смерти человека оспорить договор дарения, который он заключил? Есть только один способ доказать, что у этого человека были не все дома Оставайтесь с нами Истец, представитель органов опеки и попечительства, подает иск о лишении родительских прав Ирины Речновой Ответчик, любительница мотоциклов, против иска возражает Да, ваша честь, мы просим лишить родительских прав Речнову Ирину Васильевну в отношении 8-летней дочери Насте Антоновой Дело в том, что к нам обратилось руководство школы, девочица-девочка На предмет того, что классная руководительница 2-го А-класса обратила внимание, что ее ученица Антонова Настя Последние месяцы сильно изменилась внешне и внутренне Девочка стала плохо учиться, стала рассеянная У нее стал неряшливый вид, мятая одежда Может одеть один гольф белый, другой голубой Разные банты повязать Когда ее учитель спросил, почему такие факты имеют место Девочка пояснила, что мамы сейчас дома нет, она уехала А дедушка не может заплетать косички и завязывать банты Ну, учитель-то в принципе знает, что отец девочки погиб Разбился на мотоцикле и мама одна воспитывает девочку Поэтому она посетила эту семью и убедилась, что действительно мамы нет И девочку воспитывает дедушка На вопрос, где мама девочки, дедушка ничего толком пояснить не мог И так как фактически получается, что ребенок остался без попечения родителей Школа передала это дело нам Ну уж когда мы пришли со своей проверкой, то дедушке не получилось отвертеться от нас Ему пришлось дать конкретное пояснение Где его мама этой девочки выяснил, что это даже не дедушка, а прадедушка Насти, потому что он является дедушкой ее погибшего папы И дед нам пояснил, что мамы вот нет уже полгода Он не знает, где она Что он сам воспитывает девочку Вообще, в принципе-то он и приехал на похороны внука Но так как снаха исчезла в неизвестном направлении Девочка осталась с ним А пенсию, так как он зарегистрирован постоянно в другом регионе Пенсию он здесь не получает И он вынужден мыть подъезды Чтобы на 10 тысяч прожить пожилому человеку Который сам нуждается в помощи С малолетним ребенком Соседи нам пояснили, что в общем-то дед человек хороший И девочка очень хорошая Соседи любят их, помогают, чем могут Кто суп горяченький принесет Кто одежонку какую-то принесет Кто-то вот печенюшки испечет, принесет А мама неизвестно где Ну, естественно, по решению администрации города Мы изъяли эту девочку сразу Сейчас она находится в социальном заведении А мама, как только узнала, видно, кто-то ей позвонил, да? Что девочку мы изъяли Она сразу появилась Это не так, ваша честь Полгода ее не было, а тут она вот сразу нарисовалась И пришла с претензиями к нам Ваша честь, позвольте объяснить Пожалуйста, не лишайте меня моего ребенка Это моя единственная дочь Дело в том, что Я объясню, что произошло Дело в том, что Когда погиб мой муж Он тоже был байкером Он разбился в катастрофе У меня произошел очень сильный нервный срыв Я хотела сама умереть, как и он Я просто села на мотоцикл И уехала из Москвы прочь, куда глаза глядят Я хотела разбиться, как и он А ребенок? И вы понимаете, у меня было такое состояние Я, да, я виновна, что я никого не предупредила, ничего Но целый месяц я ездила по дорогам Я надеялась, что я попаду в аварию и разобьюсь Но через месяц я немножко успокоилась Простите, ответчик, а в этот месяц, пока вы ездили по дорогам Вам нужно было кушать, где-то спать? Я, знаете, ваша честь, я даже не помню, как этот месяц прошел Я помню, он прошел, и я как бы очнулась Я поняла, что нужно возвращаться Но, как назло, как раз, когда я собралась возвращаться Я попала в аварию У меня был очень тяжелый перелом ноги Вот у меня есть справка А поскольку это было далеко от Москвы Я лежала в областной больнице Я не могла добраться Я почти пять месяцев вообще не могла встать с кровати Но все это время я звонила домой, я разговаривала с Настенькой И с Петром Леонидовичем Как только я смогла встать, я добралась до Москвы И тут выяснилось, что мы его ребенка забрали Вдруг прям вот выяснилось, правда? Ну, я знаю, что я виновата Но поймите меня по-человечески Простите, пожалуйста, я не очень, как бы, сведущая в вашей среде В определенной степени Но мне всегда казалось, ну, по моим познаниям Что, как бы, байкерская среда Предусматривает, ну, такие очень дружеские взаимосвязи между собой Не вообще, а в принципе дружеские взаимосвязи Там поддержка взаимная И вы хотите сказать, что вы Утверждаете, что вы являетесь байкером Вы попадаете в катастрофу На пять месяцев областную больницу И при этом у вас ни одного нет друга Кто бы мог приехать, вас забрать Или оказать поддержку вашей дочери Или я У меня такое Слегка Преувеличенное представление о вашей среде И там каждый за себя Ну, не совсем каждый за себя Но я не хотела привлекать, понимаете Просто они тоже занятые люди И я не думала, что кончится тем, что Мою дочку заберут в детдом Я не думала Я думала, она, дедушка, я созванивалась Я все пять месяцев, я звонила домой Я разговаривала и с Настенькой И с дедушкой моего покойного мужа Понимаете, я была уверена, что Я столько, пока я лежала в больнице Я столько передумала Все переосмыслила, все в свою жизнь Я понимаю, что я плохо поступила Что я ничего не сказала Петру Леонидовичу Но я понимаю, что я должна жить ради своей дочери Пожалуйста, не отнимайте меня, ребенка Я буду хорошей матерью Будьте добры, пожалуйста Свидетельство о смерти вашего мужа Выписку из истории болезни С вас заключение Свидетельство о рождении ребенка Так, вы свидетеля заявили, да? Да, здесь Петр Леонидович Он все подтвердил Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика Свидетеля-ответчика, пройдите Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Петр Леонидович Я Прадедушка Насти Это вот мой внук, ваша честь Разбился на мотоцикле Это его жена Ирина Я вас очень прошу Не лишайте Ирочку родительских прав То, что с ней случилось Это большая трагедия Есть ли еще Настю У нее отобрать и поместить в детский дом У нас что, несчастья Детей мало в детских домах А здесь при живой матери Девочку В детский дом Она любит очень свою мать И Ира любит свою мать И я люблю Настеньку Я стараюсь делать, чтобы ей было хорошо А Ира, она ее не бросала Она знает, что девочка со мной С ее прадедушкой Петр Леонидович, вы сами нуждаетесь в помощи уже Уже за вами ухаживать надо Помогать вам Я работаю У меня руки, ноги, голова Все нормально А если я что-то не умею делать Я обещаю, я научусь Я даже косички научусь заплетать Я прошу вас Этого нельзя делать Так, хорошо Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Прожили мы с ним два года Домик вот этот купили Замечательный садик Огородик разбили Триточков я понасажала Прекрасная семья Не бегают налево Женщина возмущена претензиями Бывшего мужа Желающего выкупить у нее Половину дома Заявляет, что не обязана Выполнять голословные договоренности По цене И обеспечивать его Новую семью жильем Ну вот она вот этим вот Животом Мы перед ним разыгрывали Пять мужиков Какая она беременна Она репетировала Пожилого человека легко обмануть Бабушки проливают слезы Над сериалами И уж тем более проникаются Несчастной судьбой своих внучек Этим можно воспользоваться Чтобы получить их имущество Оставайтесь с нами А теперь вернемся в зал суда Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслушав исковые требования Представителей органов опеки Попечительства Заслушав возражения ответчика Опросив свидетелей со стороны ответчика И проведя процесс С обязательным участием прокурора Рассмотрев представленные документы В иске о лишении матери родительских прав Суд считает необходимым отказать Суд не лишает мать родительских прав Потому что в настоящее время Мать осознала содеянной ею В отношении своей дочери Которую она фактически На целый год оставила Без своего попечения Суд учел, что это было связано С тяжелыми жизненными обстоятельствами Гибель ее мужа И то, что ответчик исходило Из обстоятельств, что фактически Ребенок остался с близким человеком Прадедушкой И ответчик понимал, что Прадедушка будет в силу своих сил И возможностей заботиться о ее дочери Суд учитывает, что Ответчица ранее Добросовестно исполняла Обязности матери Никаких нареканий со стороны органов опеки К ней не предъявлялось И никаких претензий не выдвигалось Поэтому суд считает Исходя исключительно из интересов ребенка Нецелесообразным принимать решение О лишении ответчика родительских прав Ну, вы, ответчик, понимаете Я надеюсь, что никогда больше подобного не случится Я хотела бы От себя Выразить благодарность Органам опеки и попечительства За проявленный профессионализм В этом деле За ту реакцию Достаточно быстрая Которая была проявлена Ими по заявлению учителя Ну и безусловно Я считаю, что заслуга Прадедушки В том, что Ну, по крайней мере За этот период времени С девочкой ничего не случилось Честь вам и хвала За то, что вы проявили Такое мужество В данной жизненной ситуации Истец и ответчик Суд огласил свое решение Дело закрыто Решение суда В иске отказать Замечательно, конечно Что Ирина Васильевна Хоть с большим опозданием Но все-таки осознала Ответственность свою За судьбу своего ребенка Как говорится в народе Лучше позже, чем никогда Я лежу в больнице Осознала все Я больше никогда Так не поступлю И не брошу свою девочку А теперь Вернемся в зал суда Истец Дмитрий Жучков Живет под Рязанью Инженер Хочет, чтобы бывшая жена Продала ему свою половину дома Ответчик Надежда Емельянова Работает в Рязани продавцом Заявляет, что еще не приняла Окончательного решения По продаже своего жилья Пожалуйста, истец Обоснуйте ваши исковые требования Я, Жучков Дмитрий Алексеевич Прошу в суд Обязать мою бывшую жену Продать вторую половину дома Так как Ей, в принципе, эта половина не нужна Дом был куплен В нашем общем браке У меня деньги были От продажи своей Квартиры, которая досталась от родителей У нее были деньги после развода с мужем Под продажей какого-то имущества Она переехала в квартиру Подаренную ее родителям А я остался в своей половине дома Дом оценили в 1600 Миллион 600 Я ей предложил 800 тысяч На что она практически сразу говорит Нет, мне 900 800 меня не устраивает Хочу миллион, скажу Вот так вот примерно Ну что, делать нечего Других вариантов не было Потому что Налетись на эту сумму Ничего Не приобрести В принципе, невозможно Занял денег в долг Пошел в суд Ой, в суд Пошел в банк Там занял кредит Набрал, короче, денег Под расписок Тут Ну, принес 900 тысяч Она заявляет Миллион давай Я говорю У тебя топка не треснет? Простите, что? Простите, не треснет? Простите, дед Я не поняла Что вы сказали? Нет, я просто Может быть Она немножечко оскорбляет Меня Да я не оскорбляю Я просто уже Это дело Это уже прошлое Я ей предложил миллион Она, вернее, мне сказала миллион Я говорю Миллион Так миллион Пошел Занял еще денег В это время Со второй Со своей бывшей женой Видите, это первая Это вторая Я не прекращал Общаться У нас двое детей От первой жены Дорогой мой А как это я общаться С ней не прекращал? Помогал Какие подробности у нас выясняются? Встречался Время от времени Рассказал ситуацию жене К тому времени Мы уже повторно расписались Ну, конечно Развелся, расписался Все нормально Жене рассказал Жена говорит Ну, давай я попробую Пойти Поговорить По-женски Там, туда-сюда Потому что Ну, видят, мое состояние Я уже не могу Ну, не договориться То одна сумма То вторая То третья Предлагал документы Ей какие-то Ну, это мой дом Хочу, продаю Хочу, продаю Зафиксировать цену Хотела Зафиксировать цену Она говорит Ничего Вот видите Она Как собака Она синий Соба не ест И другим не дает То есть, видите Ну, жена пошла Приходит радостно Довольна Все, договорилась Миллион пятьдесят тысяч Я говорю Ну, что тут за договор Опять, потом Опять Больше будет Нет, она сказала У нее Фиксирована цена Все зафиксирует Больше Не будет говорить Ничего Цены поднимать Не будет Жена сейчас присутствует У меня Может Я прошу вас Допросить Опросить Допрашиваю В другом суде Ну, вот такой вот Все Жена пошла Взяла деньги Она уже говорит Миллион сто Ну, вообще Все Я говорю Ладно, все Хватит Давай уже Не хочешь по-хорошему Давай через суд Разберемся И все Поставим все точки над «и» Потому что это уже Ну, ни в какие Простите, ответчик Из ваших реплик Я понимаю Что вы не имели С самого начала Никакого намерения Продавать эту долю Я правильно понимаю? Ну, на самом деле Возможно Я и хочу его продать Но потом Может быть позже Сейчас Пока Вроде бы Ну, как бы Скажите, пожалуйста Ответчик Ну, а зачем? Ну, если у вас нет Намерения продать Этой долю Вот у вас нет Такого намерения Вы понимаете Это же не просто Ну, как вам сказать Показать, кто В доме главный Истец Ведь помимо того Что надалживается У людей Он берет деньги Он же в банк Еще идет Оформляет кредит Незет дополнительные Материальные затраты Вот зачем вам это надо было? Ну, я тут могу объяснить Это его дополнительные Материальные затраты Каким образом Они должны меня касаться? У меня своя жизнь У меня нет ни долгов Ни материальных затрат в банке Ни кредиторов Никого У меня все прекрасно Это его проблемы Зачем он свои проблемы Сейчас со своей Теперешней женой Сваливает мне на плечи Для чего? Он, простите Сейчас привел их В наш дом Как бы еще наш Да, там моя одна вторая Но, тем не менее Дом наш Нет Ну, пожалуйста Нет, не ваша Моя половина Одна вторая Вот одна вторая Он никого не привел На вашу одну вторую Ну, пожалуйста Он же хочет привезти А я вот в данном случае Ну, не знаю Ну, не хочу я сейчас продавать Я, может быть, захочу позже Пока меня вот так вот Все устраивает Вот И тут еще, знаете Такой момент Как бы Мне не очень понятен Я вообще против иска Я возражаю Вот конкретно Он захотел со мной пожениться Простите, он пять лет за мной Ухаживал Цветочки дарил А я жила с семьей У меня прекрасный муж был Таки он меня с ним развел Развел он у меня хорошо Поженились Прожили мы с ним два года Домик вот этот купили Замечательный садик Там, огородик разбили Цветочков я понасажала От прекрасной семьи Не бегают налево Из хорошей крепкой семьи Не бегают Кто вам разбивал себя Такие интересные Что я? Изнасил тебя или что? Хорошо Мужа убил твоего Что случилось? Слушайте Пару дежурных фраз и все Простите, что пора? Что пора? У вас какой-то пьянья Я не понимаю Цветочки подарил Пару дежурных фраз сказал И, как говорится Закрутила, завертила А то, что брак у нас не состоялся Это уже до брака все перегорело То ты хотела с мужем жить То ты не хотела Ой, разведусь Ой, не разведусь Это ты мне пять лет Мозги-то делала А не я тебе Собственно, Ваша честь Подождите, сколько в браке-то вы прожили? Мы два года прожили в браке Мы еще до этого встречались А вот потом, когда уже развелись Я второй раз уже женился Опять же на своей первой жене Жена меня простила За то, что я бегал налево Чудно, хотел женился на первой Хотел женился на второй Да, если у нас не было никаких Даже точек соприкосновения в браке Что там? Два года прожили, как чужие люди Уважаемый судья Я сейчас расскажу Что, собственно, было Когда я была беременна У меня случился выкидыш И, ну, там потребовалось лечение Неоднократное А мой муж Ну, теперешний бывший муж Он не захотел этим заниматься Ну, зачем ему углубляться в эти проблемы Какие-то там болячки, лекарства Где-то со мной ходить У него есть прежняя жена Там здоровые дети, живые Я с ними Документы, пожалуйста Через судебного пристава передайте И пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей ИСЦа Свидетелей ИСЦа, пройдите Ваша честь Я Жучкова Светлана Викторовна Жена Дмитрия У нас двое детей Мы раньше состояли в браке Но у меня, к сожалению, мои условия квартирные В которых я проживала с детьми Проживала с матерью В перенаселенной квартире с братьями С их женами, тоже с детьми У нас не было возможности нормально воспитывать наших детей с Димой И поэтому, естественно, Дима, имея свою половину в доме И живя там один Он пригласил Ну, дай же мне сказать, а Тебя здесь уже все слушали Он позвал меня жить к себе Потому что он с женой официально, с бывшей своей женой Официально развелся И мы опять поженились У нас двое детей, дети растут Но им нужно жить и воспитываться в нормальных условиях И сколько я раз с ней пыталась договориться Потому что Дима, он уже у него терпения просто нет Вы поймите ваша честь Постоянно слушать ее вот это завышение цен Она никак не хочет прийти к нормальному какому-то ответу К нормальной цене одной И в итоге мне пришлось, ну просто, простите, мягко говоря, прибегнуть к хитрости Я пришла с ней по-женски поговорить, ну по-нормальному, по-бабски И сказала, что Ну, ты скажи уже свою последнюю цену, назови ее И мы тебе отдадим и соберем все деньги Потому что у нас кредиты набраны Понимаете, какая ситуация Денежные обязательства Никакие устные обещания, разговоры На кухне, вне, в кухне По-женски, по-мужски С диктофоном, без диктофона Никакого значения не имеют Никакого Либо предварительный, либо основной договор Все Так, суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Ну вот она вот с этим вот Животом Мы перед ним разыгрывали Среди мужиков Как она беременна Она репетировала Возможно ли после смерти человека Оспорить договор дарения Который он заключил? Есть только один способ Доказать, что у этого человека Были не все дома Оставайтесь с нами А теперь вернемся в зал суда Прошу всех садиться Суд оглашает решение Принятое по делу Суд, заслушав исковые требования Исца, возражение от речика По заявленным исковым требованиям Заслушав свидетеля со стороны Исца Рассмотрев все представленные документы В иске об обязании заключения договора Купли-продажи одной и второй доли дома Считает необходимым отказать Суд не обязывает ответчицу Продать Исцу, принадлежащую ей Одну вторую долю дома Потому что данный иск Не соответствует требованиям закона Так как закон запрещает Понуждение к заключению договора Каждый из сособственников Прави по своему усмотрению Распорядиться своей долей дома То есть продать, подарить, завещать Любому лицу Продажа доли осуществляется С соблюдением права Преимущественной покупки Другого сособственника То есть в случае продажи своей доли Сособственник первоначально обязан Предложить купить ее другому сособственнику Устные обещания данной ответчицы О продаже своей доли по конкретной цене Никакой юридической силы не имеет Потому что данное устное обещание Не является предварительным договором Так как для предварительного договора Предусмотрена обязательная письменная форма Несоблюдение письменной формы Предварительного договора Влечет его ничтожность Только на основании предварительного договора Заключенного в письменной форме Можно обязать другую сторону Заключить основной договор В случае уклонения стороны От заключения основного договора В данном случае договоренности О продаже доли в письменной форме Достигнутой между сторонами не было Поэтому основания для удовлетворения Заявленных исковых требований У суда нет Истец и ответчик Суд огласил свое решение Благодарить свидетелей за участие В судебном заседании Дело закрыто Решение суда В иске отказать Ну что ж Раз не захотела моя бывшая жена Хороших денег за свою половину Я создам такие условия Что она за бесценок их продаст Наконец-то мой бывший муженек поймет Что я ему ничем не обязана И перестанет у меня давить А теперь вернемся в зал суда Истец Людмила Хорькина Живет в Москве Работает менеджером по продаже кондиционеров Недавно крупно поссорилась С троюродной сестрой Ответчик Лидия Крекнина Приехала в Москву из Рыбинска Хотела быстро получить квартиру в Москве Дело в том, что два месяца назад Умерла бабушка моя И тут выясняется Что она написала договор дарения На мою троюродную сестрицу Простите, заключила Не написала, а заключила Заключила, да Простите, заключила договор дарения На мою троюродную сестрицу Лидочку Дело в том, что бабушка нас вместе воспитывала И все детство она была в нашей семье у бабушки Бабушка ее тоже, конечно, любила Но, понимаете, у нее мама умерла в детстве И бабушке было жалко ее Поскольку мама ее одну воспитывала Она даже хотела ее как опеку над ней оформить Чтобы поближе ее к себе Но что-то у них там в итоге не получилось И дело в том, что Когда не получилось это дело сделать Она ее как бы старалась То есть она ее воспитывала Она часто к ней в гости приезжала А теперь оказалось, что бабушка умерла И я узнаю, что она на нее написала Вот этот договор И Лида вот приехала ко мне в Москву Когда она из своего Рубинска Она с нами не жила Она вот в Рубинске жила Она приехала и говорит Можно я у тебя, значит, в Москве здесь побуду Как-то устроюсь Дело в том, что у нее мужик бывший уехал в Москву Она за ним приехала Хотела ему, значит, разыграть Что она беременна от него Чтобы он денег ей дал На роды искусственные Ну и решила меня она попросить Чтобы я ее как-то поддержала Ее помогла это все дело прокрутить Ну вот она вот с этим вот животом Мы перед ней разыгрывали Перед этим мужиком Какая она беременна Она репетировала То у нее тошнота То у нее там приступы разные А потом что оказалось? Что не к мужику она к этому ходила А к бабушке моей ходила И рассказывала ей, какая она вся несчастная И что вот беременная Вроде как жить негде И бабушка, конечно Видимо ей жалко стало ее Она же ее тоже любила Вот, ну понимаете в чем дело? Что бабушка уже 12 лет назад Написала на меня завещание на эту квартиру Вот И еще как бы самое основное в том Что бабушка-то у меня Она стоит на учете в психоневрологическом диспансере С 2006 года У нее приступы постоянные случались Ну конечно бывало получше она себя чувствовала Но чаще всего у нее вот случалось Ой, такие вещи происходили Вы не представляете То она, значит, решила, что трюмо ее Это печка И дрова туда положила, значит И костер разожгла Слава богу, соседка ее Ну у меня договоренность с соседкой Она присматривала за бабушкой Потому что, ну, больной человек И... Вот я все время, знаете, хотела вам задать вопрос Вот то, что вы сейчас говорите При этом, говорите, потом выяснилось Что оказывается, отвечек разыгрывала свою беременность Она на самом деле не к мужчине ходила, а к бабушке Из чего, ну согласитесь со мной Я должна сделать вывод Что у вас не было с бабушкой таких взаимоотношений Достаточно близких или родственных Потому что в этом случае Ну, наверное, бабушка должна была бы вам рассказать О том, что вот у нее есть еще одна внучка Которая находится в таком тяжелом состоянии Что ее бросил мужчина Она не знает, что ей делать Ну согласитесь Если бы у вас с бабушкой были достаточно близкие взаимоотношения Она наверняка бы вам об этом рассказала Да, ну, понимаете, в чем дело Что, во-первых, то, что она к ней ходила Мне соседка еще рассказала, что она к ней ходила Я как бы это знала А почему не бабушка? Ну, я не думала, что она животом-то туда ходила Ну, я как бы, я-то за бабушкой Понимаете, когда ее поставили Вот особенно В диспансер на учет Я от нее вообще практически не отходила Каждый день Практически каждый день я к ней ходила Продукты, лекарства Я ее поддерживала, помогала себе Ну, конечно, я не могу каждый день там возле нее быть Это понятное дело Вот И поэтому я соседку-то и просила Чтобы она приглядывала за ней Вот А потом вот я оказалась Уже соседка мне сказала, что она к ней ходит Так-то она уходила Я не знала, куда она ходила Она приходила довольная Вроде как говорит Ну, скоро у меня все будет И деньги будут Так, истец, я хотела бы, чтобы вы более четко сформулировали Все-таки Скажите мне, пожалуйста Признание договора дарения недействительным Какое основание? То, что бабушка стоит на учете Что в психоневрологическом диспансере Она не отвечала за свои действия У нее в последнее время вообще очень тяжелое Вот с 2006 года, как ее поставили Ее столько раз хотели забраться на диспансеризацию Вы знаете, простите, пожалуйста Истец и ответчик Я бы хотела вот до того момента Когда ответчик начнет выступать Обратить ваше внимание на следующее Что Те судебные процессы Которые связаны с оспариванием Определенных документов Например, завещания или договора дарения По так называемому пороку воли Вот то, что называется На таком неком теоретическом уровне Называется в целом пороком воли То есть это означает, что человек При составлении, например, договора дарения При заключении, как в вашем случае Не то, что не понимал значения своих действий Но он находился в том состоянии Когда он не осознавал Что на самом деле он делает Либо он не мог отдавать Значение тому заблуждению В которое его Вел другой человек Да, выгодоприобретатель, например По договору В этом случае такие процессы Обязательно требуют проведения Посмертной Психо-психиатрической экспертизы Что государству Встает в немаленькую копеечку Это очень дорогостоящие вещи И вот в этой ситуации Государство взяло на себя Поскольку это предписано законом За свои деньги Государство провело эту экспертизу Которая все поставила на свои места Стоите вы, истец Приносите мне нечто Вот это вот Стоит ответчик Который сейчас, наверное, расскажет Свою какую-то некую историю Как она бабушку не обманывала Или то, что она вообще не знает Что это за предмет И мало ли, что там видела ее соседка Но вот я бы хотела обратить внимание Что это очень дорогостоящие вещи Вот просто вдумайтесь Посмертная Да, это хорошо Если на основании документов Это можно все сделать А если еще требуется При этом проведение эксгумации Вот в вашем случае Было достаточно документов Которые были представлены А если требуется эксгумация Вот представьте, какие усилия Затрачивает государство Для того, чтобы четко Совершенно иметь результаты Экспертизы По которым суд может ориентироваться При этом экспертиза Безусловно Очень серьезные Вещественные доказательства Но Суд всегда выносит решение Не только по результатам экспертизы Но оценивая все доказательства Представленные в совокупности Знаете, в чем дело Вот вы мне это рассказываете Ответчик сейчас будет другой Рассказать Сейчас вы еще приведете свидетеля Который будет рассказывать Как она видела Ответчика с этим накладным животом А кто из вас Никто не хочет Посмотреть документы Которые в деле Перед процессом Ну так Да, у меня есть документы Нет, не ваши документы А результаты экспертизы Я обратила внимание Ни сец, ни ответчик С материалами дела Перед судебным процессом Не ознакомился Из чего я могу сделать вывод Что государство Тратя свои средства Свои силы Отнимая время у экспертов Проводит экспертизу Для того, чтобы вынести Объективное решение Ни одна сторона Даже не считает нужным Посмотреть эти результаты Так, давайте ваши документы Пожалуйста, ответчики Я вас слушаю Ваша честь, бабушка Была в абсолютном Нет, это не так В здравом уме Нет, ответчик Я об этом и говорю Я вот об этом Я и пытаюсь вам сказать Что нет, не была Нотариус, понимаете У него лицензия У меня есть документы Ответчик, вы слышите Что я вам говорю Не была Вот если бы вы Сочли за труд Прийти в суд Перед судебным заседанием В любое время У нас нет ограничений Ровным счетом никаких Прийти в кабинет суди К помощнику Или секретарю И попросить Если дело у судей А не в канцелярии Дело для ознакомления Распишитесь в бумажке Что вы взяли Для ознакомления И читайте Хоть трое суток Почему вы сейчас Пытаетесь возражать По заявленным требованиям Не зная результатов Экспертизы Потому что я общалась Во-первых с бабушкой И нотариус У него же есть лицензия У меня есть копий Он перед тем Он перед тем Как заверить документ Он спрашивал В здравом ли она У меня вообще В здравом ли она Рассудке Твой нотариус вообще пропал Его вообще нет Понимаете После этой всей истории Нотариус пропал без вести Нет простите Ну сейчас вы знаете Мне бога ради Извините Но дело в том Что ну естественно Ответчик Я сейчас понимаю Исчезновение нотариуса Если бы вам Наследство доставалось Многомиллионное состояние Тогда бы я Может быть Еще бы допустила Наличие некого Корыстного интереса Ну а зачем она На дом привела его Потому что бабушка Себя плохо чувствовала Она старый человек Пожилой человек Так если я плохо чувствовал Ответчик Еще раз Послушайте меня Пожалуйста Я поэтому и пыталась Вам сказать Что для того Чтобы Для того чтобы Суд Четко мог вынести Решение Назначается Вы хотя бы вдумайтесь В наименование Этой экспертизы Посмертная Не для того Чтобы выносить решение Истец будет говорить Нет бабушка забывала Там был пожар А вы мне на это будете Говорить Да нет бабушка Все прекрасно помнила Не помнила Ответчик Посмотрели бы Результаты экспертизы Подготовились бы К судебному заседанию И выстроили свою позицию Совершенно по другому И потом Согласитесь со мной Глупо Говорить о том Глупо просто Говорить о том Что ваша бабушка Была очень престарелым человеком Она стояла на учете В психоневрологическом Диспансере У нас люди просто Любят делать Из людей сумасшедших На самом деле Просто Пожилым людям Нужно общение И соответственно Они сначала Сделают из человека Сумасшедшего Запихнут в психушку И все А с ними нужно общение Двенадцать лет не было Ты как с детства уехала И нет А теперь приехала Ты почему с ней не жила Ты почему с ней не жила Почему ты мне не ходила И не укаживала за ней Что ты мне рассказываешь Да ладно Что ты говоришь Сколько я для нее все сделала Если бы я могла Психушку дать Давно бы сдала Но я этого не делая Заботилась о ней Потому что я ее любила Я вот к этому близилась А так ты с ней не жила Ничего А тут квартира Бац А ты сама бы Попробовала Пожить с человеком Сумасшедшим У меня твоя жизнь Дочно так же есть Я ее собиралась Просто мы с ней общались Я все сделала Ответчик 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 А зачем нужно общение С накладным животом Не скажете мне У меня просто Сложилась ситуация На которой в принципе Особо так дело Не имеет отношения С моим бывшим мужчиной И просто поскольку Я боялась его встретить На улице То я и ходила К бабушке в таком А бабушке ты что Не рассказала Что он искусственный Бабушке же ты тоже Расскала что он настоящий Чего ты это взяла Вот с чего ты это взяла Истец Во что свидетель Придет и покажет Что она видела Ответчик С накладным животом А Ответчик Этого не отрицает Она говорит И она боялась У нас город Вот такой Понимаете Одна улица И вторая Вот либо ее мужчина По одной улице пройдет Либо по второй Понимаете в чем дело Она объяснила Почему бабушка Ходила с животом Боялась встретить мужчину Потому что бабушка Она прекрасно все помнила То что вот Кашу Ответчик Мне договор дарения Передайте пожалуйста Пригласите пожалуйста В зал свидетелей Истца Ответчик Надо готовиться К процессу Ответчик Готовится к процессу А не заниматься После этого Увещеванием Истца Готовиться Судитель Пройдите Добрый день Меня зовут Петина Анна Владимировна Я конечно Пришла для того Чтобы Сказать о том Что дарения Надо отменить Обязательно Ваша честь Потому что Вот эту девушку Я увидела Знаете Когда первый раз Увидела Я сразу Людочке сказала Что К ней Стала к бабушке А это бабушка Моя Татьяна Соседка Я за ней Приглядываю По просьбе Вот Людмиле Не один день И не один год И когда она появилась Я сразу Людочке сказала Что Какая-то девушка Стала приходить Понимаете Но Люда Выслушала меня И говорит Да ничего страшного Это моя Сестра приехала Дальняя родственница И ничего Пусть навещает бабушку Если бы я Знаете В принципе Я такая внимательная Но если бы я тогда знала Что Она Девочка-то Хорошая Но Я даже Не обратила внимания Не сказала Люде Тогда Она Знаете Была беременная Но это естественное состояние Для молодой девушки И Какая у меня разница Замужем она Не замужем От кого она беременна Все Я этот момент упустила А зря Ваша честь Я это упустила Потому что Она это сделала Знаете Для того Чтобы бабу Таню Разжаловать К себе На самом деле Не была она беременная Это все подставу Она придумала Маленькая Такая хитрая Аферистка Понимаете С ума сойти Да-да-да И что Знаете Странно Как только она придет К бабушке Посидит в них долгое время Выходит сама Вся в слезах А бабушка Заливается потом Слезами А я ее не могу Никак Успокоить Она говорит Вот мои людочки Плохо Моя внучка С ней плохо С ней беда С ней какая-то Приключилась Я ей говорю Баба Таня Это не внучка твоя Это дальняя родственница Лида Но она Понимаете Поскольку старая И как-то она На слух Даже вот уже Как бы не улавливала И она говорит Нет-нет Ты не в курсе У нее плохо За нее надо Вот болеть за нее Заступиться за нее В то время надо Она их даже Вот как-то внешне Не определяла Старый человек Понимаете Плохо видит Не все адекватно Соображает И вообще у нее Я вам хочу сказать Последнее время С головой Совсем она не дружила У нее Самое настоящее Психическое заболевание Да вы с нее Сами ненормально Делали Нет-нет Внучка ее очень любила Ответчик Ответчик Ухаживала Не один год за ней Сидеть Я понимаю Ответчик Ну вот Ну вот Как вам сказать Ну вот Знаете Вы же не будете спорить Что там Я не знаю Луна каждый день На небе появляется Ну делайте с человеком Абсолютно здраво Ответчик Ответчик Со мной разговаривайте Вы же не спорите Нет Вы можете конечно Закрыть глаза И считать Что луны Нет Но еще раз Если ваша Родственница Стояла На учете в психоневрологическом диспансере Для этого были определенные основания И если вы хотя бы посмотрели документы Вы бы увидели Что ей был поставлен диагноз Доменция Прогрессирующая Перевожу Это старческое слабоумие На фоне атеросклероза Который может носить Агрессивный Не агрессивный характер Там указано Что не поддается Медикаментозному лечению Имеет так называемые Так сказать Агрессивные статьи Ну вы хотя бы Ну прочитали Вы сейчас кого будете уговаривать Что бабушка была нормальной Ну бывают исключения в жизни всегда Ну понятно Понимаете Она просто помнила Ваша честь Она помнила У них имена настолько похожи Я ей говорю Что это внучка Люда Свидетель Я поняла вашу позицию Я поняла Может я расскажу Как она в последнее время Вела себя бабушкой Нет Не надо мне Не надо мне рассказывать Я не врач Ну вот как она вела себя Пожалуйста Свидетель Если вы не врач Вы сдержитесь От установки диагнозов Суд удаляется Для принятия решений Прошу всех встать А теперь вернемся в зал суда Суд оглашает решение Принятое по делу Суд засушив Исковые требования Са возражения Ответчика По заявленным Исковым требованиям Рассмотрев Представленные документы И приобщив Заключение Посмертной экспертизы К материалам дела Опросив Свидетеля Заявленные Исковые требования Удовлетворяет И признает Недействительным Договор дарения Квартиры Заключенной бабушкой Истицы Суд признает За истицей Право собственности В порядке Наследования По завещанию На квартиру Принадлежавшей Умершей Суд признает Договор дарения Недействительным Поскольку умершая Хотя и была Дееспособной Но в момент Совершения сделки Находилась в таком состоянии Что в силу У нее имеющего Психического расстройства Не была способна Понимать значение Своих действий И руководить ими Это подтверждается Заключением Посмертной Психиатрической Экспертизы В совокупности С иными Представленными Доказательствами Соответственно Квартира В данном случае Включается В наследственную массу И при наличии Ранее составленного Завещания Наступает Наследование По завещанию Поскольку истец Является Единственной Наследницей По завещанию Вы единственны Кто там поименованы В данном случае Суд признает За вами Право собственности В порядке Наследования По завещанию На данную Квартиру В соответствии С правилами Статей 1111 Гражданского Кодекса Российской Федерации Все понятно Понятно Решение суда На основании Чего вынесено Это понятно Вам понятно Ответчик Если бы вы пришли Потрудились бы Посмотрели бы Пошли проконсультировались И могли выстроить Другую правовую Другую правовую Позицию Для того Чтобы ваш договор Дарине Сохранил свою силу Другую Но вы Ну так Решили пойти По самому Простому пути Истец Ответчик Суд огласил Своё решение Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Исковые требования Удовлетворить Я к сестре своей Как к родной Относилась А она вот так Со мной поступила Обмануть меня хотела Что я такого сделала Бабушка сама решила Что я беременна Я вообще не мошенница Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова